Друзья, добрый день! Всех приветствую на канале Баженит и Омская область. Зима вносит свои коррективы в домашнем хозяйстве. Сегодня займусь неплановой ревизией системой вентиляции частного дома. Я посмотрел канал, не помню название, 43 регион Кировской области. Парень затронул эту тему. Молодец, я это тоже сейчас полазью посмотрю. Короче, отопление печное всю ночь работает. Утром встаем, чувствуется, что нет кислорода. Ночью иногда, когда встаешь, либо дрова подкинуть, либо в туалет, обязательно иду, открывая дверь на веранду, чтобы кислород поступал. Можно, конечно, открыть вот эти вот вентиляционные отверстия, сейчас покажу, которые стоят под окнами. Вот они находятся, с этой и с другой стороны, они закрыты на гухне. Но жена против, возмущается. Как только начинаешь открывать, сразу становится полхолодной. Неудобно, неприятно. Ну, не открывают. У меня вентиляция на кухне находится, в двух местах, и в туалете. Сейчас на кухне покажу вытяжку. Вытяжка находится над газовой плитой. Ее видно сейчас? Вот она наверху. Насколько висит здоровенная. Сейчас залезу наверх, посмотрю, что там делается. Ну, вроде как пар идет, но непонятно. Будет толком. Залезу, посмотрю отверстие. И в туалете тоже. В туалете там по-другому. Все увидите, покажу. Сейчас я на кухне, возле газовой плиты. Здесь вот тоже вытяжка. На кухне у меня две вытяжки. Одна над котлом отопителем, а вторая над газовой плитой. Здесь самотеком идет воздух. Но, чтобы лучше шло, можно включить, конечно, вентиляцию. Значит, две скорости. Поменьше. И пошла дальше туда, вытяжка. Потом делает угол поворот 90 градусов. И выходит из стены. Там я на улице показывал раньше снимал. Все, дальше буду смотреть, как на кэшку. Зашел я в дом. Сейчас в туалете находимся. У меня в туалете тоже сделана вытяжка. Но вытяжка как она? В естественную вытяжку я встроил принудительный вентилятор. Включаю вентилятор вот таким образом. Будет слышно, как он работает. Ну, что такое, плохая вытяжка. Сейчас проверим, есть ли вытяжка вытягивает или нет. Сейчас наверх залезу, покажу. Включи вентилятор. Смотрите, есть ли вытяжка. Не тянет ли? Ну, нифига не тянет. Чуть-чуть, еле-еле. Не тянет. Можно сказать, что не тянет. Когда тянуть, она должна храшить. Ладно, придется сейчас лезть наверх на крышу и смотреть, что там делается. Полез я на крышу, дано я тут не лазил. Ничего-то снега намело. Так что у нас снега мало. Получается, перебладает южный ветер, а я с северной стороны. Но это где-нибудь сломано. Снег сметает сверху. Главное не свалиться. У меня тут везде свет есть. Конечно, тут никакой вентиляции не будет. Так, что же мы не сделаем? Мы взяли с собой поварюшку на всякий случай. Чтобы можно было очистить. Какая жена не видит, спер у нее поварюшку. Чтобы сбить вот этот вот кружак, который остался. Конечно, тут никакой вентиляции не будет. Вон, ничего тут намерзло. Самые верхние части. Намерзло. Вот, сейчас нормально. Все, и пар пошел. Все, так. В одном месте с вентиляцией разобрались. Потом у меня еще в другом месте. На кухне вытяжка. А на кухне вытяжка у меня дальше. На кухне вытяжка вон она как сделана. Это нужно будет лезть наверх на крышу. Залезть. Сразу почистить трубу. И вытяжку проверить. Опишу. Проверять, что здесь делается. Можно же трубу почистить. Посмотреть. Посмотреть вентиляцию. Со мной посмотреть вентиляцию. Смотреть вентиляцию. Крыш только не свалиться. Комедия. Разница в температуре большая. Ночью за 30. Днем 25. Так, а? Еще не отломишь. Вот это, да? Вот это, да? Вот так-то и гудит. Вентиляция и есть. Вот это. Кружак. Ладно, пусть так. Сильно будет. Можно сломать. По пользу Вадима Робиной, специально для тела, покажу, как я чищу трубу. Печну. Валима Робиной, специально для тела. Куда вам полетела-то? Пока пойдет, там будет видно. Продолжение следует...